Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем в новостях экономики. 102 участника и более 500 снимков. На заводе «Прогресс» подвели итоги фотоконкурса среди сотрудников. Лучшие кадры вошли в экспозицию выставки на космическую тематику. В Самаре приступили ко второму этапу комплексного ремонта дороги на улице Ленинской от перекрестка с улицы Чкалова в сторону центра города. Общая протяженность объекта свыше трех километров. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и находятся на контроле главы города Елены Лапушкиной. Специалисты отфрезеровали тысячу квадратных метров дороги накануне и на сегодня было запланировано столько же. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Второй этап комплексного ремонта дороги стартовал на пересечении улиц Чкаловой и Ленинской. Протяженность участка почти три километра. Такие масштабные работы стали возможны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Комплексный ремонт на улице Ленинской не проводили давно. Старое покрытие пришло в негодность. Безусловно, улица Ленинская востребована автомобилистами нашего города. Также на ней находится много жилых домов, как многоэтажных, так и малоэтажная застройка. У них сопостребовано по ней осуществляется интенсивное движение транспорта. Хоть по ней не осуществляется движение общественного транспорта, но движение автомобилей на ней достаточно большое. Объект был взят в работу в числе первых в новом дорожно-строительном сезоне. Сейчас подрядчик приступил к фрезерованию. Здесь снимут изношенное дорожное полотно, чтобы избавиться от всех разрушенных пластов и уложат новый выравнивающий слой из высокопрочного асфальтобетона. Далее все будет зависеть от погодных условий. При хорошем раскладе рабочие намеренно справятся до конца недели. Круглосуточный контроль на участках проводят специалисты предприятия МБУ «Дорожное хозяйство». После комплексного благоустройства срок гарантийного обслуживания составит 5 лет. Где-то какая-то даже трещинка. Это все ликвидируется, все убирается, залатывается. У нас под контролем. Зима и лето мы там на дорогах всегда. Постоянно. Ремонт Ленинской проходит в два этапа, поэтому самарцы уже сейчас смогут видеть результат. Первый участок от полевой дачкалово привели в порядок в прошлом году. Его также отремонтировали комплексно. Кроме того, пошли навстречу жителям и благоустроили оконные приемки, чтобы талые воды не попадали в подвалы жилых домов. С каждым днем в Самаре преображается все больше городских дорог, замечают автолюбители. Конечно, часто. Она двухсторонняя дорога. Она нужна. Уж сделать по-настоящему. Как по обеду, например. Сделать все дороги такие. Хотелось бы. Закончить ремонт на Ленинской планируют до конца октября текущего года. В планах переложить около 40 тысяч погонных метров в проезжей части. На тротуарах появится плитка. На радость местным жителям обустроят площадку около 3000 метров для парковочных карманов и въезда во дворы. Помимо ремонтных работ до конца апреля, специальная комиссия обследует прошлогодние результаты. Ольга Павлова, Мария Левина, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 57 528 человек. Такие данные в эту пятницу опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 209 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 54 312 пациентов, переболевших ковидом. Сделал прививку, чтобы быть ближе к зрителю. Солист театра оперы и балета Владимир Боровиков прошел вакцинацию. Он задействован практически во всех постановках театра. Евгений Онегин, «Любовь к трем апельсинам», «Травиата», «Мадам Баттерфляй» и теперь может выходить на сцену без страха заразиться ковидом. Подробности в нашем сюжете. Солист театра оперы и балета Владимир Боровиков с грустью вспоминает разгар пандемии, когда выступать приходилось перед пустым зрительным залом. Тогда театральная труппа делала трансляции спектаклей. Но, по мнению Владимира, спектакль – это обмен энергии артистов и зрителей. Актеры не получают удовлетворения от своей работы, выступая перед воображаемой публикой. Вот эти концерты, записанные для видео, ну, это, конечно, хорошо. Это была возможность поработать, лишний раз попеть. Но как-то действительно было пусто. Только камера, видеооператор, ну и все, собственно. Зрителей не хватало. И хорошо, что это закончилось. Хорошо, что снова есть спектакли. Снова мы можем работать. В необходимости вакцинации Владимир не сомневался. Он задействован во многих постановках театра, таких как Евгений Онегин и любовный напиток. Это подразумевает общение с большим количеством людей. Заразиться несложно. Говорит, от коронавируса умерли его знакомые. Да и сам он переболел ковидом. Поэтому, как только появилась возможность, сразу сделал прививку. После первой процедуры чувствовал себя хорошо. Теперь получил второй компонент вакцины. Ну, естественно, страшнее всего было за родителей, за мою жену. Ну, и за себя, естественно. Как бы, да, за всех кругом, как бы, страшно. Никто, наверное, не хочет, чтобы люди умирали кто-то. Даже не твои близкие, любые люди. В театре работает очень много людей. Мы все время рядом, все время как-то взаимодействуем друг с другом. И не всегда есть возможность одеть ту же маску, потому что на сцене в маске не выйдешь. Ты, в ней будет трудно петь. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Привиты более 200 тысяч человек. Из них второй компонент препарата получили более 140 тысяч. Прививка бесплатная. Записаться на нее можно по телефону горячей линии 122 или на сайте госуслуг в разделе «Лист ожидания». Виктория Шарая. События. Безопасность в каждый дом, подъезды на каждую улицу. В столице региона продолжается дезинфекция объектов городской инфраструктуры. Обрабатываются все поверхности, к которым прикасаются жители. За своевременным выполнением работ следят представители администрации внутригородских районов. Мария Елчан сегодня побывала в Самарском районе города и готова подробнее рассказать, как идет дезинфекция многоквартирных домов в историческом центре. Дезинфекция подъезда – это мера, которая способствует снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно коммунальщики города обрабатывают все поверхности, к которым прикасаются жители. Кнопки лифтов и домофонов, ручки дверей, почтовые ящики. Несмотря на то, что стабилизируется сейчас положение, мы стараемся обработку все равно придерживаться как постановления губернатора. Все средства, которые мы применяем, соответствуют требованиям Роспотребнадзора. В Самарском районе свыше 1400 многоквартирных домов. С начала года здесь было составлено 30 актов на недобросовестных коммунальщиков. Все материалы по выявленным нарушениям направляют в Управление гражданской защиты администрации Самары. Далее нарушителей привлекают к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме нашего собственного мониторинга, мы призываем всех жителей, чтобы они мониторили свои подъезды. И в случае непроведения таких работ сообщали нам, мы оперативно выходим на место. И если этот факт подтверждается, то мы мгновенно реагируем и привлекаем управляющую компанию как минимум к проведению дезинфекции и как максимум к штрафу. Очень довольна я, конечно, что умирают, протирают все. Но я вижу каждый день лестницы чистые. Тщательную дезинфекцию ведут во всех районах города. За качество и своевременность санитарной обработки в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству продолжается уборка улиц и общественных пространств Самары. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Виктория Шарая в студии. Добрый день, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как обстоят дела с внедрением цифрового рубля? Пока существует только его концепция. На внедрение инновационной валюты требуется время. Поэтому сейчас расскажу о валюте уже существующей. Курс доллара на 10 апреля 76 рублей 16 копеек. Евро 91 рубль 78 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 62 доллара 72 цента за баррель. Банк России представил концепцию цифрового рубля. Как отметила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, разработка и запуск новой формы денег – мегапроект страны. По ее словам, регулятор будет действовать осмысленно на всех этапах внедрения инновационной валюты. Так, до конца 2021 года планируется создание прототипа платформы, которую будут тестировать на протяжении всего 2022 года. После этого будет представлена дорожная карта по внедрению цифрового рубля. Его появление будет способствовать снижению сдержек для граждан и бизнеса, повышению скорости проведения платежей и внедрению инновационных продуктов и сервисов в финансовой сфере и в экономике в целом. Минсельхоз Российской Федерации рассчитывает на обеспечение стабильного уровня цен на масложировую продукцию за счет мер поддержки предприятий. Речь идет о майонезах и соусах. Новые меры поддержки предприятий, масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масленичных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию. О повышении отпускных цен в среднем на 10% с апреля заявили торговым сетям крупные производители. В качестве причины назывался продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Эксперты назвали среднюю зарплату, которую предлагают медикам в Самаре. По сравнению с прошлым годом она снизилась. На сегодняшний день средняя зарплата, которую предлагают лечащим врачам – 49,5 тысяч рублей. Среднему и младшему персоналу – 26 тысяч рублей. При этом отмечается, что средняя зарплата снизилась более чем на 2 тысячи рублей. С начала года на сайте по поиску работы работодатели Самарской области разместили более 4 тысяч вакансий в сфере медицины. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Треть предложений приходится на лечащих врачей, остальные – на младший и средний медперсонал. Активность соискателей при этом невысока – примерно 1,3 резюме на одну вакансию. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Они не только создают условия для полета в космос, но и могут это запечатлеть на красивых кадрах. В РКЦ «Прогресс» подвели итоги фотоконкурса среди сотрудников. Победителей выбирали в нескольких номинациях «Космос», «Природа» и «События». Главная задача – разнообразить рабочие будни и позволить сотрудникам реализовать себя и продемонстрировать свои таланты. Андрей Горгуленко продолжит тему. Кадр с Виктором Шнейдмиллером на фоне строящегося космодрома «Восточный» можно смело назвать уникальным. Он, будучи еще студентом в составе строительного отряда, помогал его возводить. Жил рядом со стройплощадкой и пользовался такой возможностью для создания красивых фотографий. Этот снимок стал лучшим в номинации «Космос» в фотоконкурсе среди сотрудников «Прогресса». Нам повезло, нам и еще четырем отрядам из тысячи студентов, которые там были, мы жили на стартовом столе почти. То есть вот в 50 метрах. Ночью выходишь, смотришь на звезды и на стартовый стол. И, собственно, у нас была возможность фотографироваться, мы это делали. Сотрудники предприятия делают красивые кадры не только на космическую тему. Елена Дубович уникальные возможности для съемки создает сама. Вот уже несколько лет фотографирования – ее хобби. Камера стала ее верным спутником во всех путешествиях. Елена запечатлела парусную регату, номинированную на внесение в Книгу рекордов Гиннесса. В соревновании приняли участие более тысячи юных яхтсменов со всего мира. Это были такие маленькие участники, увлеченные, целеустремленные, борящиеся с непогодой. То есть это был уникальный случай, очень большое количество участников. Всего на конкурс своей работы прислали 102 сотрудника. Победители определяли как и по оценкам профессионального жюри, так и по симпатиям самих сотрудников предприятия через голосование, которые проходили в социальных сетях. Вы не представляете, как это было интересно, когда мы голосовали за эти фотографии, просматривали их, лайкали, обсуждали с друзьями. Это была такая веселая движуха. Мне кажется, это удовольствие, которое мы получили от разглядывания всего этого, от знакомства с авторами. Мне кажется, это главное позитивное достижение фото-конкурса. Фотографии победителей стали основой выставки, которая расположилась на территории предприятия. Но так как хороших кадров больше, экспозицию будут периодически обновлять. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. И в продолжении космической темы. Чтобы урок о первом полете человека в космос был нестандартным, в Самаре разработали креативный образовательный проект «Путь космонавта». Подборка аудио и видеоматериалов с красочной авторской картой могут быть не только методическим материалом, но и настольной игрой. Ольга Хомракулова продолжит. Преподавать давно известные факты из истории непросто. Особенно новому поколению детей визуалов. Но самарские педагоги нашли выход. В Центральной городской детской библиотеке презентовали проект «Путь космонавта». Образовательная задумка рассчитана на школьников. И включает в себя карту, на которой визуализированы основные вехи из жизни Юрия Гагарина. От точки старта к точке приземления. Показать одновременно географический путь Гагарина, совместив его с жизненным путем. Мы живем в эпоху постпостмодернизма, когда каждый образ несет за собой шлейф символов. И вот такими символами наполнена данная работа. К карте прилагаются аудио- и видеоматериалы. Кроме того, путь космонавта можно использовать не только в качестве методического материала, но и как увлекательную настольную игру, где учитель примет необычную роль модератора. Учитель всегда находится в поиске, потому что дети задают тон урока, ритма, а иногда содержание. Понравилась игра вот в таком виде, с такими картами? Да, очень понравилась, очень интересно, познавательно. Новые факты узнаешь, о которых даже не задумывался раньше. А вот, скажи ты, тебе как? Мне очень понравилось. Это было очень познавательно, интересно, красочно. Действительно узнается очень много интересных фактов, о которых ты раньше не знал. Совсем скоро материалы проекта «Путь космонавта» будут во всех образовательных учреждениях Самары. Ольга Хамракулова, Сергей Баскин. События. А в Самарской библиотеке номер 8 состоялась встреча школьников и студентов с Алексеем Сочевко, ведущим научным сотрудником РКЦ «Прогресс». Он провел лекцию по развитию космических технологий и рассказал об истории завода. Ребята узнали об изобретениях прошлой эпохи, которые продолжают использовать его в наши дни, а также познакомились с уникальными космическими разработками. Встреча проходила в режиме диалога. Свои вопросы Алексею Сочевко дети задали и после лекции. Их интересовала информация о последних технических разработках и вопрос освоения других планет. Чувствуется, что сегодняшние, будем говорить, проблемные вопросы в решении создания новых, будем говорить, полетов и космических аппаратов, и ракетоносителей, ну, вы все знаете, лунной программы реализации. Их очень и очень интересует. И, наверное, в будущем мы увидим хороших специалистов в этой области, которые принесут для нашей любимой Родины и большие успехи. К предстоящему Дню космонавтики готовятся и в Самарском университете. Здесь открылась выставка «Закат Марса», экспозиция которой состоит из иллюстраций к роману Алексея Толстого «Аэлита». Приурочили выставку к празднованию юбилея первого полета человека в космос. Открытие также ознаменовало начало фестиваля научной фантастики и космической дематики «Фантастик-фест». Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Роман Алексея Николаевича Толстого «Аэлита» вышел в 1922 году. Он считается одним из первых романов в жанре фантастики советского времени. Сюжет «Аэлиты» вдохновил авторов выставки «Закат Марса» на создание экспозиции с иллюстрациями к роману, которая открылась сегодня в Самарском университете имени Королева. Приурочили ее к празднованию 60-летия первого полета человека в космос. Мы неспроста решили сделать эту выставку на базе Аэрокосмического университета, поскольку тема космоса важна и для аэрокосмического университета, и для научной фантастики, на которой мы выстроили нашу юбилейную программу. Как мы знаем, научные фантасты зачастую мечтали, прогнозировали, или даже в каком-то смысле проектировали наше будущее, в том числе связанное с полетами в космос. С открытия выставки «Закат Марса» в этом году также начинается и фестиваль «Фантастик-фест», который организовали сотрудники Литературного музея имени Горького. Еще на протяжении трех месяцев, с момента празднования юбилея первого полета человека за пределы планеты, космическая тематика будет сопровождать жителей города. Фестиваль фантастики в Литературном музее займет целых три месяца, и мы приготовили огромную параллельную программу, расширенную для разных аудиторий. Это и для детей мастер-классы по субботам и воскресеньям, и для молодежи, и встречи с писателями-фантастами. Первая запланированная встреча в программе «Фантастик-фест» пройдет уже 24 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь». Фестиваль продлится до конца июля. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. 15 тысяч километров и 35 городов. 9 марта стартовала международная экспедиция «Трудовая дублесть резерва человечества». Сегодня участники автопробега в Самаре. На торжественные встречи с членами экспедиции побывала и наша съемочная группа. Мы сегодня здесь, в Самаре. От автопробега «Дальний Восток» в Берлин в 2020 году до нового, не менее масштабного проекта «Трудовая дублесть резервы человечества». Новая экспедиция посвящена трудовому подвигу народа во время войны и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Самара в маршрут автопробега попала не случайно. Мы стартовали именно с родины Юрия Алексеевича, город Гагарин. Мы были 27 марта на месте гибели Гагарина и Серегина. Ну и Самара – это город, однозначно, Самара космическая. Город, который связан с космосом, делает ракеты-носители, и поэтому мы здесь. Торжественный прием почетных гостей прошел в музее «Самара космическая». Не обошлась встреча и без обмена памятными подарками. Дочь советского летчика-космонавта Владимира Дженебекова Ольга передала в фонд музея памятный артефакт – телефонную трубку, при помощи которой ее отец однажды сообщил ей о своем удачном приземлении во время очередного полета. Именно в середине 90-х годов по этому телефону Владимир Дженебеков общался со своими коллегами и производил доклады. И сегодня Ольга Владимировна торжественно нам вручает этот артефакт. 9 апреля участники экспедиции прибудут в Саратовскую область на место приземления Юрия Гагарина после его первого полета в космос. Памятный и праздничный день – 12 апреля – члены автопробега проведут в Звездном городке в Центре подготовки космонавтов. Мэри Елчан, Ирина Балясникова, Василий Колдашов. События. Корабль Юрий Алексеевич Гагарин с экипажем запустили с космодрома Байконур. В соответствии с программой полета Международной космической станции запуск состоялся сегодня в 10 часов 42 минуты по московскому времени со стартовой площадки номер 31. Примерно через 10 минут после пуска корабль вышел на орбиту, а в районе 2 часов дня по Москве через 3 часа 25 минут он причалил к МКС. Ну а далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре с 9 по 10 апреля отключат отопление в трех районах. Пройдут испытания теплоносителя Самарской ГРЭС. Они проводятся раз в 5 лет и необходимы для дальнейшего планирования ремонтных работ. Горячее водоснабжение будет отключено в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах. В границах улиц Водников Максима Горького, Волжский проспект Осипенко, Ленинская полевая, Арсебушевская, Венцико-Пионерская. В нескольких домах на этих улицах подача отопления будет приостановлена для безопасности жильцов и сохранности внутридомового оборудования. В МВД страны предлагают унести изменения на последнюю страницу паспорта и разместить там текст памятки для владельцев. Напоминание о том, что это основной документ гражданина, которым обязаны владеть лица с 14 лет. Кроме того, здесь будет размещена информация о группе крови и резус-пакторе. Страхи жителей Самарской области о возможной массовой замене паспортов в МВД рассеяли. В случае принятия изменений производить замену документов в обязательном порядке не потребуется. В столице региона еще два здания признали объектами культурного наследия. Это здание цирка на улице Молотгвардейской и речного вокзала на улице Максима Горького. Соответствующие приказы подписали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона. Напомним, что ранее такой же статус получил здание администрации Октябрьского района. И завершаем наш выпуск сообщением, которое порадовало не только самарских болельщиков. Вся страна 8 апреля была прикована к экранам и следила за матчем с участием команды «Крылья Советов». По утверждению знатоков футбола, матч, если и не войдет в историю российского спорта, то обязательно останется в памяти у миллионов зрителей. «Крылья Советов» вышли в полуфинал Кубка России по футболу. Накануне самарский клуб в четвертьфинале обыграл команду премьер-лиги «Московская Динамо» на своем поле. Волжане начали встречу с быстрого гола. Уже на четвертой минуте отличился Роман Ежов. Дальше «Крылья» играли по счету, делая акцент на быстрые контратаки. Одна из таких на 72-й минуте завершилась еще одним точным ударом. Иван Сергеев вколотил мяч в сетку почти с линии ворот. После чего самарцы спокойно довели матч до победы. Хорошо, все, что хорошо, кончается. Считаю, мы достойно сыграли. И достойно было не только по счету, иногда это может и повести в какой-то мере, но и по качеству игры, я думаю, что есть определенное удовлетворение и у меня, и у ребят. Мы идем дальше и, надеюсь, будем только прогрессировать. Самарский клуб до этой стадии турнира последний раз доходил 17 лет назад. Тогда «Крылья» вышли в финал, но проиграли в нем Грозненскому Тереку, который сейчас называется «Ахмат». Команда из Чечни в этом году тоже будет играть в полуфинале. Компанию им составят клубы, премьер-лиги, столичные локомотивы, ЦСКА. Полуфинальные матчи пройдут 21 и 22 апреля. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!